Приветики всем моим косметоманчикам! Сегодня я покажу вам палетку, которую я заказываю уже второй раз, но в другом вариации цветов. Первая моя палетка была годна до 1.03.2020 года, и палетка, которая пришла мне новая, годна до 13.12.2020 года. Вот это вторая упаковочка. Первый вариант был более металлические перламутровые тени, это вот эта. И в этот раз я заказала более яркие. В этих палетках единственное неразличие, это то, что совпадают цвета румян, румян одинаковые и пудры одинаковые. Вот эти цвета для бровей разные. В первой палетке, вот этой, где перламутровые и более кремовые тени, цвета для бровей более светлые. Здесь такой рыжий был цвет, а тут обычный коричневый насыщенный. Здесь еще более насыщенный коричневый и такой серый, темный. Помады, как видите, я ими уже начала пользоваться и очень быстро они у меня ушли. Я бросила все свои помады и первым делом начала пользоваться ими, потому что они очень классные. У них обалденный просто аромат. Они очень хорошо смягчают губы, очень долго остаются на губах. Они более плотные, чем помады, которые у меня есть в рефилах. И вот у меня уже остался только один цвет. В конце видео я обязательно покажу сводчи на помады. И в течение видео я буду показывать вам сводчи на тени и попутно рассказывать про них. В палетке имеется также зеркальце и спонжик. Спонжик, кстати, из хорошего материала. Это не обычный такой поролон, а более мягкий, более применяемый поролончик. То есть, вот видите, я наносила белый цвет под бровь вот этот. И начну с описания цветов. Первый белый цвет. Все цвета в палетке сатиновые и больше матовые. В них нету таких заметных блесток, никакого какого-то яркого шиммера. Яркие, передаются ярко и хорошо пигментированным. Первый цвет очень хорош для использования под бровь. Вот он такой просто белый, слабозаметный. И еще лучше, чем тот, который я использую в палетке Windows. Следующий цвет желтоватый, песочный, не кричащий. Следующий цвет светло-светло-оранжевый. Слегка болотный, но очень светлый. Подходит для высветления внешнего уголка. Никогда точкой не ставлю просто большое пятно возле глаза. Так как считаю, это некрасивым. Это следствие как усталости, очень похоже. Мне не нравится. И я высветляю именно на самом веке. Не заходя вообще за границы глаза. Следующий цвет вот этот. Он такой классический коричневый, немного уходит в ржуну. Следующий цвет темный. Два самых темных цвета. Это вот он один из. И вот этот. Коричневый, красивый. Для подчеркивания нижнего века. Отличный. Следующий цвет вот такой розовый. Не сильно отличающийся от следующего розового. Оба неплохих нежных цвета. Следующий цвет вот такой персиковый. Сочный, милый, милый, нежный. Следующий цвет салатовый. Очень пигментированный, насыщенный. Такой цвет свежей молодой травки. Единственный перламутровый. Следующий вот такой. Болотно-зеленый. Слегка золотистый. Вот такой цвет. Этот цвет я покажу позже в самом конце. Обалденный цвет морской волны. Но сводч покажу его позже. Следующие вот такие два фиолетовых цвета. Нежные лавандовые оттенки. Следующий вот такой насыщенный сиреневенький. Дальше идет вот такой светло-светло-голубой цвет. Следующий насыщенно-синий. Вот этот. Следующий цвет очень темно-синий. Почти такой же темный, как и вот эти два оттенка. Следующие два это светло-светло-серые цвета. Вот этот, конечно, темнее следующий. И черный, не угольный черный. Такой темно-темно-темно-серый. Так, я описала вам все цвета палетки. Показала сводчи. И следующий сводч, который я... Ради которого я очень хотела эту палетку. Это вот такой цвет морской волны. Вот он отдельно от всех. Эксклюзивом представленный. Еще раз покажу вам все сводчи. Цвета для бровей я пока не начинаю. И пудру, и румяна так же. Потому что у меня много других. Пока их не буду трогать в целях гигиены. Помаду я очень скоро закончу. И вам также рекомендую, если вы закажете такую же палетку, ссылка будет в описании, тоже первым начать и израсходовать вот эти помады. Чтобы ни в коем случае эти помады не попали куда-то на тени, или на румяна, или цвета для бровей. В палетке идет вот такая защитная пленочка, которая ложится так. Я ее почищу. Она у меня лежала просто не в палетке. А палетка лежала в столе. Так как я заказываю такую палетку уже во второй раз, я смело могу вам ее рекомендовать. Качество, что в первой, что во второй. Второй, вы видите, я уже начала. И почти всеми цветами я здесь пользовалась. Всеми помадами пользовалась. Палетка стоит где-то 3,60 или что-то около того, из-за просто стопроцентное попадания. И это такой дорожный наборчик. Вам к этому нужен будет карандаш для глаз и тушь. И все. Просто идеальный дорожный набор. Плюс преимущество также очень большое в этой палетке. Это то, что в ней вот такой кейсик, который вот так хорошо защелкивается. Он очень плотный, очень надежный. Есть такая же вариация палетки, похожей, но она в таком дермантиновом чехольчике, красивом, ярком. Просто защелкивается на такую заклепку. Это более ненадежный, я считаю, вариант. А вот это таким кейсиком. Она действительно увесистая и тяжелая. Плюс рефилы на самом деле, хоть и кажутся маленькими, знаю по предыдущей палетке, они действительно глубокие. Там действительно много теней. Где-то вот столько. То есть, соответственно, как здесь большая глубина, так и теней там много. Очень много пудры, очень много румян. Три фильчики действительно глубокие. Это вот на Али палетка просто очень удачная. Всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Также смотрите мои другие ролики. Всем пока!